Всем большой привет! Та-дам! Вам очень нравится, кстати, такое приветствие. Я тут подумала, что давно на канале не было разговорных каких-то роликов. Сегодня я расскажу о 10 разных фактах обо мне. Я подготовила все самое интересное. Так что, если ты хочешь знать больше информации обо мне и узнать меня, то поехали! Итак, первый факт. И это то, что у меня очень голубые глаза. Многие из вас это замечали. И на самом деле у моих родителей тоже голубые глаза и у папы, и у мамы. Поэтому получилась такая адская яркая смесь. Многие, кстати, считают, что я ношу линзы и даже пишут мне, что за линзы я использую, какая марка, какой цвет. Но на самом деле это мой родной цвет глаз такой яркий. При дневном освещении он особенно выделяется. И я больше вам скажу, что многие, те, кто меня знают, они думают, что я реально ношу линзы, потому что не бывает такого яркого цвета глаз. Второй факт обо мне это то, что я делала себе пирсинг. Как у меня была проколота нижняя губа. И многие даже из вас замечали вот это вот углубление у меня под губой. Мне тогда было 15 лет, и меня вдохновила Кристина Агилера, у которой как раз таки и был на нижней губе пирсинг. Ее плакат у меня висел над кроватью. Я как-то смотрела и решила себе сделать то же. Причем сделала я его не у какого-то мастера, а сделала. Я его сама реально проткнула себе нижнюю губу. Я помню, как я стояла перед зеркалом и с адской болью делала себе этот пирсинг. Потом у меня ужасно тут все болело, но все-таки результатом я на тот момент была довольна. Следующий, третий факт обо мне это то, что я очень рассеянная. Буквально вот сегодня со мной произошла такая ситуация. Я варила себе курицу и просто взялась за ручки этой кастрюли. Я не понимаю, зачем я это сделала, но в общем обожгла себе два пальца. Однажды из-за этой же рассеянности я чуть не отрубила себе палец блендером. И меня всегда удивляет, почему я до сих пор еще жива, потому что вечно я как-то в косяк не так впишусь. Или бывает просто ногой задену какую-то мебель и вечно отобью себе мизинчик. Я не понимаю, как он у меня еще не отвалился от этого. Короче, вот такая несоленая. Четвертый факт обо мне это то, что когда я сплю, я очень горячая. Мне кажется, если на меня разбить яйцо, то получится готовая яичница и вообще на мне можно жарить все что угодно. Пятый факт обо мне, о котором тоже многие не знали, у меня была стрижка под мальчика. Я в последнем факте объясню, для чего я подстригла так волосы, но у меня реально были вот такие вот коротюсенькие волоски. Я отращивала волосы с нуля. Если честно, я некомфортно себя ощущаю с короткими волосами. Я себе не нравлюсь в зеркале и на самом деле мне просто не идет короткая стрижка. Я достаточно быстро отрастила свои родные волосы. Сейчас у меня натуральный цвет и все нормально. Но тогда я чувствовала себя не в своей тарелке. Мне на тот момент было 16 лет, но на самом деле это пошло мне на пользу, потому что раньше я блондировала волосы. Они были в ужасном состоянии. Если бы со мной не произошла та ситуация, для которой мне нужно было обрезать волосы, то я бы, наверное, сама не решилась и до сих пор бы сидела со светлыми убитыми волосами. И вообще они бы, наверное, у меня уже выпали, потому что я раньше никак за ними не ухаживала абсолютно и красила их самостоятельно дома. Иногда даже от них шел пар, когда я наносила какую-то очередную дешевую краску. Шестой факт обо мне это то, что я ненавижу, когда при мне смотрят мои видео. Все мои близкие об этом знают и поэтому никогда не включают мои ролики при мне. Не знаю, с чем это связано, это, наверное, что-то психологическое, но вот такой у меня непонятный загон. Я даже мужу не разрешаю смотреть мои видео, когда я слышу свой голос, мне как-то становится не по себе. И он постоянно, кстати, смотрит мои видео без звука, если я присутствую в квартире. Седьмой факт обо мне это то, что я маньяк кофе. Я кофе просто обожаю, мне даже сладкого, наверное, не нужно было бы, если бы я постоянно пила кофе. Был такой момент, когда я могла в течение дня выпивать около 10 кружек кофе и в итоге я целую ночь не засыпала, таращила глаза. И у меня были реально подглазники, как у панды. И все это время я была такая не вареная какая-то, не соленая, что это мне очень мешало жить. Сейчас я постаралась отказаться от кофе, но все равно, если я захожу в магазин и я вижу хотя бы кофе 3 в 1, я их беру, 2 штучки обычно. Потому что если я куплю больше, то я сразу за раз их выпью. Однажды я купила вообще целую пачку вот этих кофе 3 в 1 и я за один день всю эту пачку выпила. Восьмой факт обо мне это то, что я сплю в позе бега. Это моя самая любимая поза, в которой я быстрее всего засыпаю. Это смотрится очень дико и как-то, знаете, нестандартно, но это факт, потому что я всю жизнь так сплю и мне так удобно. Я как бы лежу на животе, но в то же время в ноги у меня развернуты и они как будто бегут по кровати. Из-за этого мне требуется всегда очень много места. И, собственно, если я в этой позе, то я быстро засыпаю. Если я, к примеру, лежу на спине, то мне неудобно и я очень долго не могу уснуть. Девятый факт обо мне. Если прислушаться, когда я двигаюсь, то можно услышать, как у меня трещат кости. Причем это происходит практически при каждом движении. Я, к примеру, уже не замечаю, потому что у меня всегда так было. Если у кого-то тоже есть такая странная особенность, то обязательно пишите в комментариях. И вообще пишите тоже о себе факты какие-то интересные. И последний, десятый факт обо мне, о котором мало кто знает реально, из моих близких, друзей даже. Но я подумала, зачем это скрывать. И, в принципе, я этого не стесняюсь. Это было уже давно. Это то, что у меня на лице, на голове вот здесь есть шрамы. И сейчас я даже вам объясню, почему у меня были короткие волосы под мальчика, почему мне пришлось подстричься. В возрасте 16 лет у меня была операция на позвоночник, для которой мне нужна была вытяжка. И поэтому мне просверлили в четырех местах голову. То есть у меня было на лбу две дырочки. Их даже, кстати, у меня шрамики эти остались. И многие из вас задавали вопрос, откуда у меня эти шрамы. Но их сейчас не так видно. И на самом деле еще две таких дырочки у меня с обратной стороны на затылке. Они все так выполнены ровненько. И в этих дырочках стояли спицы. На голове у меня была металлическая корона. И на ногах у меня также есть шрамы, потому что в них тоже стояли такие же спицы. На самом деле я помню, как тяжело мне было в те времена. Но я как-то стараюсь реже об этом вспоминать. Но все-таки я подумала, что будет очень здорово, если я вам хотя бы немного откроюсь. Что что-то вы обо мне узнаете такого интересного. Эти ямки были намного глубже раньше. Но я каждый раз мазала их специальной мазью, которая как бы выравнивала поверхность кожи. Потому что реально углубления были очень сильные. И они очень были заметны. Из-за этого я часто носила челку, чтобы их скрыть, чтобы их было не видно. Ну в общем-то все 10 фактов я вам рассказала. Надеюсь вам было интересно обо мне что-то узнать. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчик вверх. Мне будет безумно приятно. Пишите, оставляйте комментарии о своих фактах. Всех люблю и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok